добрый день сегодня немножечко займусь рукоделием на своей любимой барахолке я приобрела очень дешево вот такую ткань она то ли бархат то ли велюр очень приятного цвета такого бежевого приятного на ощупь приятную на ощупь ткань очень хороший размер и в общем то я наверное из нее попробую сделать штору потому что у нас окна в пол такие вот и я сняла затемняющие шторы потому что надо достаточно темновато потому что в саду у деревьев листья распустились в общем-то свет не очень хорошо проходит а вот но иногда нужно затемнять например на ночь потому что потому что на против фонарь от эфелевой пашни и он прямо иногда светит и в общем то когда спишь головой сюда в окно то ну не очень хорошо поэтому поэтому штору все-таки нужно сюда повесить она тут не будет лишней вот и что я с ней собираюсь сделать здесь уже подшито верлоком подшиты края края я загнул вот так вот боковые подошли вручную то что меня нет машинки все никак не приобрету подошью боковушки а потом покажу что я сделаю с верхней частью с нижней то есть сначала с двух сторон по всей длине мне нужно подшить аккуратненько края это не быстро но я приступаю вот так вот я прошила по тайным шлопок швом по краю такая подгибочка сантиметр шириной так выглядит с изнанки потом еще заглажу так вот с лица принципе нормально меня устраивает сейчас вот буквально за пять минут я прошила полметра тут получится сколько три метра примерно с одной стороны 3 с другой и метр полтора ну и три получается сверху снизу то есть 9 метров и плюс вверх-низ ну на несколько часов работы но зато это я делаю для себя мне нравится этот цвет новые такие шторы на заказ на правда с люверсами там такие дорогой дорогой бренда стоит примерно около 100 евро можно купить и дешевых брендов это будет стоить примерно от 30 30 40 евро за такую штору вот мне она обойдется в 6 я думаю что неплохой вариант так что стоит посидеть не сильно то я в принципе и мучаюсь я включу какой-нибудь фильмец и продолжу дальше подшивать и так я подшила с двух сторон по длине потайным швом ну в принципе снаружи все выглядит прилично ничего особо не никаких стежков не видно я еще потом проглажу попозже сверху я тоже потайным швом вот так вот загнула и пришила где-то на 20 сантиметров и сейчас повешу на перекладину штору и немножечко заколю длину чтобы чтобы подшивать уже снизу по факту чтобы не ошибиться сразу же буду пришивать уже на шторе не на перекладине так дорогие друзья сейчас будет смертельный номер я полезу вешать штор у нас очень высокие потолки а стулья не рассчитаны на то чтобы шторы были повешены вот без использования таких акробатических трюков ну не знаю молитесь за меня ну что я еще все еще жива все случилось обошлось все нормально сразу комнате стало темнее сильно темнее это мне не очень устраивает поэтому штора будет большинстве своем всего времени будет раз как бы открыто вот сюда у меня есть такой под подхват куда-то его а вон он у меня валяется в углу так от шторы еще там был большой кусок второй то есть их было два от одного правда кто-то отмахнул отрезочек что-то пытался шить типа подушки так что у меня за эти 6 евро целых два куска только штор получится 1 потому что на второе просто не хватит вот такие вот у меня есть бусы 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 я даже уже прицепил крючочек для подхвата вот то есть будет вот так тем более будет прикрывать батарея некрасивая вот сейчас мне осталось только подшить подшить длину здесь буквально 15 сантиметров и всего и покажу что получилось так ну все все я подшила я очень довольна тем как получилось немножко прямо так вот не то что прям вплотную к полу немножечко они как бы лежат на полу мне так нравится вот функцию свою выполняют даже вот в раскрытом состоянии немножко стало темнее ну ладно это не беда будем надеяться вы солнышко выглянет и будет посветлее чуть-чуть вот мне принципе меня все устраивает нравится сама ткань на велюр или что-то такое вот мебельная ткань тяжелая красивая очень выглядит респектабельно презентабельно в любом случае это украсила комнату он и вот когда шторы на окнах все-таки это выглядит 2 здесь не нужно потому что во первых ну она будет сильно затемнять и меня устраивает вот одна штор она еще и функциональными кроме того что она не пропустит свет ночью можно распустить так еще и загораживает некрасивую часть батареи с трубой мне тут вот не нравится как как было а теперь а теперь поприличнее выглядит вот так что все сделала вручную у меня нет машинки я все подшила буквально за один день все получилось как вам результат добрый день дорогие друзья сегодня впервые за четыре года я обнаружила что рядом с нашим домом растет а такое вот невероятное розовое чудо причем я не знаю как я так у меня угораздило не замечать ну вот в конце апреля она зацветает и вот такое вот розовое облако я не знаю что это за куст причем я выпустила в эти кусты в районе пяти десятков мышей которых мы с кисуль геннадьчим выловили в нашем доме я не знаю может быть некоторые вернулись обратно потому что им у нас неплохо жилось вот и в эти кусты мы мы каждый раз кисуль ловила я выносила мышей это буквально в трех минутах от нашего дома около вокзала болонбелье это такая станция rr такие электрички ходят пригородные но через париж и вот такой обнаружила куст не знаю боюсь подходить потому что именно вот на этом месте я их выпускала так ладно подойду поближе больше они такие миниатюрные вот эти цветочки прелесть и запах пахнут сладко даже не знаю ну не черемуха а вот даже не знаю на что похоже что-то средняя между липой черемуха и сиренью прелесть такое чудо мышам тут наверное неплохо живется я за их судьбу спокойно ну такой ротатой